Кумертаусы в числе шести городов и районов юга Башкортостана стали участниками республиканского марафона Победы, проведение которого запланировано с февраля по май текущего года. Перед началом церемонии всех участников мероприятия поприветствовала заместитель главы администрации города Кумертау Наталья Лапшина. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, мы с особым чувством приближаемся к самому важному дню, дню Великой Победы. Сегодня солнечный день и пусть для всех для нас в нашей жизни будет много солнца и радости. И в свою очередь мы поздравим прежде всего ветеранов Великой Отечественной войны, которые подарили нам этот солнечный мир. Пожелаем им здоровья, счастья, а вам, ребята, расти и радовать нас своими успехами. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Совета ветеранов города Кумертау, общественные организации, учащиеся школ, представители Министерства культуры и Республики, Республиканского центра народного творчества. 2 февраля, в день разгрома советскими войсками фашистов под Сталинградом, в Уфе в Парке Победы был дан старт Республиканскому марафону Победы. И после этого капсула с вечным огнем успела побывать во многих городах и районах Республики Башкортостан. В рамках марафона Победы в Республике проходит республиканский конкурс народного творчества «Салют Победы». И мы успели к этому времени посмотреть творческие программы, концертные номера более 10 районов и городов нашей Республики. Эстафета памяти пройдет в 15 муниципальных образованиях. В рамках марафона Победы капсулы с символом вечного огня получили Куиргазинский, Мелиузовский, Кугорчинский, Федоровский и Стрельбашевские районы. Основная капсула была передана городу Нефтекамск. Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов и гирлянд к монументу боевой и трудовой славы. Далее мероприятие продолжилось в филиале Республиканского центра народного творчества «Дуслык». Здесь состоялся зональный этап с фестиваля «Салют Победы», в котором приняли участие лучшие коллективы городов и районов юга Башкортостана. Первыми музыкально-театрализованную постановку представили кумертаусцы. «Боже, за что? За какие грехи в мирное время людей убивают? Что ожидает нас всех впереди? Люди, опомнитесь! Мир призывает! Дети твои умирают, страна! Слезы и кровь на земле остаются! Будь же ты проклята! Всеми война! Крики людей каждый день расстаются!» В программу были включены хореографические постановки, вокальные номера, выступления фольклорных ансамблей, хоры казачьей песни и другие. Это победители городского этапа фестиваля. Участники отмечают, что на таких фестивалях чувствуется особая ответственность. Неответственных не бывает. Они ответственны всегда. Но, наверное, сегодня вдвойне, потому что идет, во-первых, просмотр членами жюри Республики Башкортостан, членами жюри из РЦНТ. И на нас смотрят не только жители нашего города, но и все приезжие артисты из районов и городов нашей южной зоны. Поэтому ответственность очень-очень большая. Шесть номеров было отобрано. Это начало и пролог делали ребята хореографическая школа. И четыре номера, которые работают контрастом. Гордость все-таки есть. То, что зовут выступать на такие мероприятия, как такого масштаба. Очень приятно. По положению фестивалей могут принять участие самодеятельные коллективы и исполнители всех жанров любительского искусства, народного творчества. Для конкурсной программы муниципальное образование постарались отобрать коллективы, имеющие звание народный и образцовый. Сегодня на республиканский фестиваль мы привезли самые лучшие, конечно, коллективы. Это народные коллективы все. Все народные коллективы сегодня принимают участие. Это вокальные ансамбли, фольклорные ансамбли. Кроме творческих выступлений на сцене, муниципальное образование подготовили экспозиции. На выставке представлены интересные экспонаты. Это изделия ручной работы детей и взрослых, изготовленные из различных материалов. Это модели оружия, танков, макеты солдат. А здесь уже представлены ценные экспонаты времен Великой Отечественной. Здесь можно было увидеть каски солдат, гильзы от снарядов и оружия, фотографии героев района, документы и многое другое. Эти вещи, найденные в ходе раскопок или переданные родственниками ветеранов, бережно хранятся в музее Кугарчинского района. Третий этап фестиваля «Салют Победы» состоится в мае текущего года.